И к другим темам. Валюш, а ты знаешь, какие профессии сейчас наиболее актуальны? Ну, наверное, врач, юрист, экономист. Вот экономиста ты хорошо подметила, а еще менеджер. Кстати, специалистов этих профессий на рынке столько, что им даже вакансий не хватает, представляешь? Но абитуриенты все равно стремятся получить образование по этим специальностям. Видимо, считают, что лучше быть безработным экономистом, чем отучиться в колледже на техника. А ведь технарей как раз-таки не хватает. И в этом убедилась Анастасия Галкина. Итак, запрос на офисных специалистов выполнен. Сегодня страна меньше всего нуждается в так называемом офисном планктоне. Поэтому профессия менеджера, а заодно экономиста, с каждым годом теряет востребованность. Они немножко отмирающая профессия уже. Получается, что развивается один компьютер, и один специалист, он обсчитывает всех, да, бухгалтер, допустим, или тот же экономист. Если менеджерам и экономистам на рынке труда тесновато, то такие профессии, как программист и IT-дизайнер, через пять лет и вовсе могут исчезнуть из графы требуются. Так, например, директор лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований профессор Владимир Каленков отметил. Для того, чтобы создавать порталы и сайты, уже не надо быть профи. Те инструментальные средства, которые есть, через несколько лет выйдут на такой уровень, что любой дилетант сможет справиться с этой задачей. Аналогичная ситуация и с работниками колл-центров. Если 3-4 года назад на них был большой спрос, то теперь их успешно заменяют роботы и автоответчики. Время дилетантов проходит, сегодня нужны инженеры, изобретатели, в общем, технари. Причем, как элитные айтишники, так и рабочие специалисты. Работодатели заявляют нам вакансии в большом количестве. Это по профессиям агент страховой, стеклодувы, это рабочие профессии, слесаря сантехники. Требуются и электрики, рабочие специальности по ИТРовским. Это инженеры в силу развития в Клинском институциональном районе многих производств, открытий новых, расширяний. Поэтому предстоит очень серьезная работа с кадрами. И эту задачу решают в области уже сегодня. Колледж Подмосковья ввел факультет по подготовке квалифицированных специалистов для филиала автомобильного концерна «Мерседес». Нашим явным конкурентным преимуществом может и должен стать высокий уровень среднего профессионального образования. У нас есть достойная учебная база и предприятия, которые готовы в это вкладываться. Сейчас область входит в тройку лидеров движения WorldSkills. 15 из 49 наших колледжей имеют стратегических партнеров и сертифицированные программы подготовки. Прогнозы на ближайшую десятилетку и вовсе фантастические. Ученые убеждены, что развитие искусственного интеллекта не только выдавит с рынка труда водителей автотранспорта, летчиков, машинистов и даже хирургов, а то и вовсе закрепит эти функции за роботами на законодательном уровне. Ну что же, поживем, увидим. Анастасия Галкина, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.